Уважаемый Гарим Гаримович, как известно, вчера, 18 июля, в 10 часов 54 минуты, в городе Алматы преступник, которым оказался Куликбаев Руслан, 90-го года рождения, ранее дважды судимый, вооруженный нарезным пистолетом системы Марголина и обрезом охочищего ружья, совершил нападение на Алмалийское РОВД. При этом он, подойдя к зданию УВД, нанес тяжелые ранения из обреза, находящегося там бывшему сотруднику этого РОВД Сатымкулову, затем, оставив там обрез, с пистолетом Марголина произошел к проходной, и когда у него постовой потребовал документы, он произвел ему два выстрела, одно в голову, вторую в брюшную часть. Затем, захватив автоматическое оружие постового, попытался пройти в здание Управления внутренних дел, но в связи с тем, что все двери были заблокированы, произвел несколько выстрелов и выбежал из УВД. Выбегая на улицу, он нанес неогнестрельное ранение еще одному полицейскому Баладбеку, который госпитализирован, пройдя на улицу Байтурсыного Джамбула, преступник воспользовался тем, что на перекрестке стояла автомашина, сел в заднюю сиденье водителя Toyota Camry, и под угрозой автомата потребовал его проехать к зданию Департамента Комитета национальной безопасности. И в пути следования уже на улице Курман-Газа-Шарипова рядом проезжала патрульная машина, он открыл боковое стекло и оттуда произвел выстрел в патрульную автомашину, где находились два наших полицейских, которые получили огнестрельное ранение и госпитализирование. В 1 часов 02 минуты подъехав к зданию Департамента Комитета национальной безопасности, он потребовал остановить автомашину перед полицейской автомашиной, которая в это время там находилась по охране здания, и выйдя из машины, он из автомата нанес огнестрельное ранение двум полицейским, один из которых скончался. Воспользуясь этой ситуацией водитель, которого он захватил, сбежал, после этого преступник вышел на улицу проспекта Абая, где ему навстречу вышел, как мы установили это гражданский, значит, Нуриманов, бывший наш сотрудник-пенсионер, он увидев его, показал ему удостоверение, попытался остановить, и поэтому он его тоже нанес огнестрельное ранение. Затем попытался остановить автомашину, за рулем которой находился старший лейтенант пограничной службы, и с учетом того, что тот находился в форме синей, считая, что это полицейский, тоже нанес ему огнестрельное ранение, от которых последний скончался. Там же, воспользовался тем, что на улице стояла автомашина гражданина Мухымова, он под угрозой автомата посадил его за руль, сам сел на заднее сидение и потребовал его проехать по улицам. Проехав по Шевченко до Аблайхана, значит, он потребовал от водителя, чтобы он поехал по встречной полосе и на красный свет, то есть заставил его нарушить, это увидели патрульные, начали его преследовать, и когда они их заблокировали на улице, то он вышел из автомата, произвел выстрелы наших двух полицейских, один из которых скончался. Значит, он бросил там автомат Калашникова, взял у погибшего пистолет и побежал ниже по улице. В это время, значит, на выстрелы вышел постовой департамента госдоходов, старшина Галимов, увидев его, начал преследовать, и между ними произошла перестрелка. Наш полицейский нанес ему четыре пулевых ранения, в то же время сам получил пулевое ранение в голову и скончался на месте. Второй напарник этого полицейского задержал и надел наручники преступнику. Задержание было произведено в 11 часов 19 минут. Все оружие, которое он похитил, было на месте обнаружено. К сожалению, по преступлению у нас имели мы пять человек погибших. Но вот сейчас, когда шли на совещание, в 14.00 скончался еще один полицейский от полученных ран. Кулигбеев Руслан, он дважды судимый, отбывал наказание в исправительных учреждениях различных. Значит, освободился 14 августа прошлого года. Также установили, что в ночь на 18 число в 3 часа 52 минуты возле гостиницы Аян он совершил убийство гражданки в Узбекистан. А также, угрожая оружием, захватил автомашину. В последующем эта автомашина была установлена. И в последующем он пошел на вот это преступление. Значит, он прооперирован, допрошен. Присутся адвоката. Заявил, что у него было месть всем правоохранительным органам, в том числе и судьям, и прокурорским работникам, и спецорганам, и полиции. Поэтому он вчера пришел в 10 часов утра к зданию Алмалинского районного суда. Был у него рюкзак, в рюкзаке лежало это оружие. И он там пытался в первую очередь совершить убийство судей и прокурорских работников. Прождав где-то более 30-40 минут, никого не увидев, он уже выдвинулся в сторону Алмалинского районного суда. Это 200 метров от здания районного суда. И вот в 10 часов 54 минуты он совершил вот эти преступления. Ну, при допрошении заявил, что его следовало место. И его действия везде. Говорил о том, что он совершал именно умышленное убийство полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа из работников ДВД, ДКНБ и Генеральной прокуратуры. Назначены все необходимые экспертизы. Вот статьи, значит, по убийству двух и более лиц, нападение на государственные здания. Применение насилия в отношении представителей власти и терроризм. Нами принимаются меры по оказанию помощи всем семьям погибших. Все, что положено в соответствии с законом оборонных дел, будут выплачены, выданы одновременно. И Акимат принимает меры соответствующие. МВД является основным исполнителем семи мероприятий, направленных на реализацию конкретных поручений главы государства. Первое – это министерство совместно с заинтересованными госорганами. Сейчас для внесения в действующее законодательство прорабатываются поправки, предусматривающие утрату гражданства лицами, выехавшими за рубеж для участия в экстремистской и террористической деятельности, а также в боевых действиях, а также воспрепятственную их обратному въезду в Казахстан. Вопрос стадии согласования требует тщательной проработки с учетом международного опыта. Второе – МВД разработан проект закона от дактилоскопической и геномной регистрации. До конца текущего года он будет внесен в парламент. В ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение межведомственной комиссии по законотворческой деятельности. По проекту закона предстоит также проведение научно-правовой и экономической экспертизы. Вместе с тем, принятие закона является весьма проблематичным, на его реализацию потребуется изыскать значительные бюджетные средства. Третье – в соответствии с поручением до конца текущего года Министерством будет завершена с выездом в регионы проверка боевой подготовки и морально-психологических качеств сотрудников полиции и военнослужащих нацгвардии. По их результатам будут приняты соответствующие организационные практические меры. Кроме того, Министерством сейчас предусматривается организация служебной боевой подготовки личного состава. В этих целях за счет внутренних резервов в Министерстве создается Центр специальной подготовки сотрудников с подразделениями в территориальных ДВД. В-четвертых, Министерством подготовлено для внесения в действующее законодательство все необходимые поправки установления единых требований к размещению и техническому оснащению оружейных магазинов. Данные поправки уже учтены в разрабатываемом Комитетом национальной безопасности законопроекте по противодействию экстремизму и терроризму, обороту оружия и регулированию миграции. В-четвертых, в настоящее время, Министерством принимаются меры по совершенствованию организации незаметно оповещения населения и обеспечения непрерывной работы экстренных служб в кризисных ситуациях. Об этом уже было доложено Владимиром Зеленовичем. В-четвертых, в рамках разрабатывания Комитета национального безопасности законопроекта, Министерством также вносятся поправки в действующее законодательство, предусматривающее установление механизмов контроля за краткосрочной арендой и субарендой жилья. Разработанный находится на согласовании с Министерством информации и коммуникации комплекс предложений по организации информационно-имиджевой работы. До конца текущего года запланировали изготовление и прокат на республиканском телеканале трех телепрограмм из шести видеороликов. Калим Кажуганович, вы знаете, что для реализации этих и целого ряда других мероприятий поручением главы государства данным на заседание Совета безопасности предусматриваются дополнительные материально-технические оснащения органов внутренних дел. Соответствующая бюджетная заявка Министерства на следующий год предварительно согласована с Министерством финансов, национальной экономикой и представлена уже на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.